Добрый вечер, приветствую вас на вебинаре под названием Solidworks. Основа проектирования. Начнем со знакомства. Зовут меня Савочкин Александр Александрович, являюсь я преподавателем учебного центра специалист по КАД-системам. И прежде всего в теме нашего вебинара, к сожалению, временные рамки вебинара не позволяют более какие-то подробные вещи рассмотреть, но основные моменты мы тем не менее с вами рассмотрим. И прежде всего, так как у нас основа проектирования, небольшой теоретический материал. Самое первое, начнем по программному обеспечению, которое будет применяться. Это Solidworks. Что такое Solidworks? Это система автоматизированного проектирования механических узлов на основе элементов и является инструментом параметрического объемного моделирования. Разработан компанией Solidworks Corporation, являющейся подразделением компании DASOL Systems. И, собственно, решение, когда написано на сайте Solidworks, ссылку я привел, более подробную информацию, там всегда можно ознакомиться с Solidworks. Это простые, в то же время мощные инструменты, которые позволяют сократить весь ваш производственный цикл и, в общем-то, улучшить качество продукции. Сейчас рассмотрим прям очень вкратце обзор возможностей, потому что возможностей Solidworks много и только их перечисление может занять все время вебинара. Но, как я сказал, более подробно о пакетах, о возможностях, что включается в пакет и так далее, всегда можно посмотреть на официальном сайте. Вот ссылочка здесь. Прежде всего, это проектирование, то есть определение формы с учетом конструктивных особенностей и с учетом особенностей изготовления. И, в общем-то, любой вид моделирования, включая сплайновое, поверхностное, твердотельное и так далее. То есть вы можете запроектировать непосредственно, разработать как само изделие, так и оснастку для его изготовления именно с учетом специфика этого самого изготовления. Ну и позволяет импортировать другие форматы, если происходит обмен между другими кат-системами. Соответственно, после того, как вы изделие разработали, проработали его геометрию, конечно же, необходимо проверить. Это посчитать на прочность, смоделировать течение жидкости, газа, теплообмена и так далее. То есть определить также, каким образом будет осуществляться движение всего вашего изделия. Ну и, собственно, просчитав, проверив на работоспособность вашего изделия, на прочность, по каким-то другим критериям, SolidWorks позволяет создать фотореалистичное отображение вашего изделия для каталогов, презентаций и так далее. Ну и последнее – это производство непосредственно из программы. Возможно, написание программы, управляющей программы для станков с ЧПУ. Ну и, собственно, непосредственно также из программы выводить на печать на 3D-принтере. Ну и, конечно же, естественно, на основе моделей можно разработать чертеж. Вот вкратце об основных аспектах. Ну а теперь перейдем непосредственно касаемо нашей темы. Значит, разберем вначале основные принципы. Модель SolidWorks состоит из трехмерной геометрии в твердотельных элементах, документов, деталей и сборах. И у нас возникает такое понятие, как деталь. Давайте его разберем. Деталь. Мы под деталью понимаем единичный трехмерный объект, созданный из элементов. Пример детали дан на экране. Деталь может являться как компонентом сборки, так и может быть представлена в виде изображения в чертеже. И, да, здесь еще вводится еще одно понятие. Это элемент. Давайте разберем, что же такое элемент. Элемент у нас – это некая такая отдельная форма, которая в сочетании с другими элементами и образует геометрию детали. Элементы можно разделить на три группы. Первые – это элементы, которые материал добавляют, это бабышки. Это элементы, которые материал удаляют, это, соответственно, вырезы. И элементы, которые изменяют геометрию детали – это прикладные элементы, например, такие как фаска, скругление, оболочка. Все эти элементы непосредственно встраиваются в разрабатываемую деталь, и вы их будете видеть в виде вот такого дерева. Называется это дерево конструирования. Все эти элементы будут туда встраиваться в том порядке, в котором они создаются. То есть получаем некую такую иерархическую структуру. И группа элементов, такие как бабышки и вырезы, они основываются на эскизе. Поэтому введем еще одно понятие, которым сегодня будем оперировать. Что такое эскиз? Эскиз – двухмерный эскиз, мы будем говорить о двухмерном. Это совокупность двухмерных объектов на плоскости либо на плоской грани, которая формирует основу для элемента. Не надо путать понятие чертеж и эскиз. Эскиз – это форма для элементов. Соответственно, этап создания нашей детали будет выбор плоскости, создание первого эскиза и получение геометрии детали. Дальше, следующий тип документа – это сборка. Это документ, в котором детали, элементы и другие узлы сопряжены друг с другом. Ну и третий у нас идет – это чертеж. Чертеж – это двухмерное представление трехмерной геометрии. Вот основные принципы, основные понятия, которые мы сегодня будем в рамках текущего вебинара оперировать. Ну и, соответственно, перейдем непосредственно к постановке задачи. Постанавливаем задачу. Задача будет в следующем. Разработать корпус для вот такого микроконтроллера с известными комитетами и присоединительными размерами. Соответственно, полученную модель сохранить в формате STL для последующей печати нашего прототипа на 3D-принтере. Вот так примерно оно будет выглядеть. Переходим непосредственно к SolidWorks. И первое, что мы сделаем – создадим на рабочем столе папку. Назовем ее «Корпус». Теперь мы будем получать сборку, состоящую из двух компонентов – из крышки и из основания. Существует несколько способов работы со сборками. Сегодня мы рассмотрим в рамках вебинара, рассмотрим способ, который называется «Сверху вниз». То есть мы сначала будем создавать основу, изначально сборку, а компоненты будем получать уже по месту. Существует другой способ. Это снизу вверх, когда вначале разрабатываются компоненты, а потом из этих компонентов собирается сборка. И тот и другой способ повсеместно используется, зависит от задачи. В нашем случае будет удобно использовать именно «Сверху вниз». То есть сначала разрабатываем концепт, потом получаем отдельные компоненты нашей сборки. Вот эта вот печатная плата, условная, изображенная, она у нас входить в сборку не будет. Габариты изделия у нас заданы из ТЗ. Вот они. Естественно, нам подробно так прорабатывать это все не нужно. Нам нужны только габариты и присоединительные размеры. Итак, начнем. По мере нашей работы я буду очень активно использовать горячие клавиши. И первая наша горячая клавиша – это «Ctrl N» – создание нового документа. Выбираем тип документа. Вот они, деталь сборка чертеж, деталь. Нажимаем «Ок». Загружается интерфейс, загружается среда создания деталей. И первое. Посмотрим на форму получаемого изделия. Когда вы начинаете разрабатывать деталь, начинаете строить ее геометрию, первое, с чего нужно начать – это определить наилучший профиль. Что такое наилучший профиль? Наилучший профиль – это такой эскиз при вытягивании, вращении и так далее, которого мы получаем большую часть деталей. В нашем случае наилучший профиль – это будет прямоугольник. Прямоугольник, которому мы дадим некую толщину. Но прежде чем приступить именно к корпусу, вначале нарисуем с вами вот эту вот плату с условными разъемами, которая послужит основой для создания корпуса. То есть размеры корпуса будут привязаны именно к этой плате. Начнем. Опять же, в работе я буду использовать всплывающее пользовательское меню. Вызывается оно английской клавишей «С». Английской клавишей «С». Появляется оно около указателя. И вызываем первый наш элемент. Это будет вытянутая бабышка. Вытягивание контура эскиза. Выбираем вытянутую бабышку. Solidworks предлагает выбрать плоскость. По умолчанию изначально, когда мы создаем новый документ, детали, либо сборки, у нас доступно три справочные плоскости. Это спереди, сверху, справа. Соответственно, плоскость спереди будет соответствовать виду спереди. Плоскость сверху будет соответствовать виду сверху. Нажимаем и выбираем плоскость сверху. Плоскость сверху ориентируется параллельно экрану. У нас появляются маркеры эскиза вот здесь. Это означает, что мы начинаем рисовать эскиз. И первый наш объект эскиза будет прямоугольник. Опять же, клавиша английская S. Прямоугольник из центра. Прямоугольник из центра. Центр у нас помещается в исходной точке. Это точка пересечения этих самых трех плоскостей, или точка с координатами 0, 0, 0. Подводим указатель к ней. Нажимаем левой кнопкой мыши и рисуем прямоугольник. И вводим размеры 56, переключение между полями клавиши TAB, 85, ENTER. Эскиз у нас становится полностью определен. Мы это видим, во-первых, по изменению цвета, во-вторых, по надписи. Полностью определен означает, что у нас все необходимые взаимосвязи и размеры определены. Теперь достаточно выйти из эскиза. Мы видим предварительный просмотр того, что у нас получается. И, собственно, слева открывается менеджер свойств. В менеджере свойств задаются параметры элементов. Естественно, у каждого элемента эти параметры разные. Направление 1. Граничные условия. Первое граничное условие, чаще всего, это на заданное расстояние. Расстояние у нас 1,6 метра. Вводим соответствующие значения. Больше здесь ничего нам не требуется. Нажимаем подтверждение, либо клавиши здесь, либо здесь галочка, либо клавиши N. Первый элемент нашего изделия добавляется в дерево. Теперь мы с вами построим разъемы. Опять же, разъемы у нас имеют форму параллелепипеда. Поэтому мы также для них будем задействовать вытянутую бабышку. Клавиша S английская. Вытянутая бабышка. На этот раз мы выбираем верхнюю грань нашей платы. И, как видите, в этом случае Solid не повернул грань параллельно экрана. Для того, чтобы это произошло, мы нажмем сочетание клавиш Ctrl-8. Ctrl-8. И далее воспользуемся клавишей S. Выберем прямоугольник. Прямоугольник по углам. И начнем рисовать прямоугольник. Размеры этого прямоугольника по ширине это 13,1. Дальше клавиши Tab. И здесь размер 20. Все эти размеры берутся из спецификации микроконтроля. Они не придуманы мной. Они взяты именно из спецификации. Далее. Расстояние. Теперь привяжем. Видите, у нас прямоугольник может перемещаться. Привяжем его к стенке. Первое. От размера, от кромки до стороны прямоугольника. Здесь будет 2,5. И следующий размер у нас габаритный. Вот с этой стенки от левой до стороны прямоугольника. Равно 87,1. Снова мы видим, что эскиз стал полностью определенный. На отписи черный цвет. Это говорит о том, что все необходимые размеры и взаимосвязи у КАН. Выходим из эскиза. Снова видим предварительный просмотр. Высота у нас получается 14,8. Вот здесь параметр «Объединить результаты» остается включенным. Это говорит о том, что элементы у нас сольются, и мы получим единую геометрию. Нажимаем клавишу Enter, либо кнопочки, галочки здесь и здесь. Получили условно разъем. Второй разъем у нас полностью соответствует первому. Поэтому в этом случае мы рисовать заново не будем. Для таких целей существуют такие вещи, как массивы. И воспользуемся линейным массивом. Находится он на вкладочке «Элементы». На вкладочке «Элементы» называется «Линейный массив». В линейном массиве необходимо указать направление массива. В качестве направления будет служить кромка линейная. Количество экземпляров 2. Шаг между экземплярами 18 мм. И, соответственно, нужно указать, что мы добавляем в массив. Это добавляется в разделе функции грани. «Элемент». Нажимаем на это окошко. Выбираем элемент. Либо в плавающем дереве слева, либо в графической области. Ну, посмотрите, он пошел не в ту сторону. Нам нужно в другую сторону. Поэтому в менеджере свойств, там, где мы выбирали кромку для направления, есть такая стрелочка, два направления. Нажав на нее, мы меняем направление создания массива. Теперь у нас все правильно. Нажимаем «Подтверждение». Получаем копию первоначального элемента. Идем дальше. Следующий разъем вот такой вот. Он немножко другого размера. Поэтому повторяем операцию. Снова клавиша S английская. Вытянутая бабышка. Грань. Ctrl-8 для ориентации плоскости. Хотя в случае это не обязательно, но тем не менее удобно. И снова прямоугольник. Опять же, вводим размеры по ширине 15,9. Длина прямоугольника 22. Теперь образмериваем размеры. Между соседним разъемом у нас расстояние 4,2. И у нас нужно ограничить его вот так, чтобы он не двигался. Так как у нас они находятся на одном уровне, то в этом случае, как в предыдущем, мы размер добавлять не будем. Мы воспользуемся именно взаимосвязью. Таким образом, если нам понадобится изменить размер, у нас будут меняться сразу все три разъема. Для этого зажимаем клавишу Ctrl и выбираем две кромки. Кромка 1 и кромка 2. Отпустив клавишу Ctrl, появляется такая панель, на которой мы можем выбрать взаимосвязь. В взаимосвязи появляются те, которые возможно указать при выборе таких объектов. И это будет коллинеарность. Два отрезка лежат на одной прямой. Как видите, эскиз стал определен. То есть, расстояние от этой стенки привязано к расстоянию этого разъема. Выходим снова из эскиза. Двойной щелчок, левая кнопка мыши в пустом месте экрана, либо ОК. И глубина вытягивания 13,5. Вот мы получили с вами вот такую плату. Теперь на основе этой платы мы нарисуем коробку. Но прежде вначале сохранимся. Нажмем сочетание клавиш Ctrl-S. Ctrl-S английская. И укажем папку, куда сохраняем. Так и называем корпус микроконтроля. Просто корпус. Корпус вот так вот проработал. Деталь сохранилась. Сверху мы видим имя нашего изделия. Теперь начинаем рисовать корпус. Как я сказал, в основе корпуса, опять же, у нас будет прямоугольник и вытянутая бабушка. Поэтому снова клавиша S. Вытянутая бабушка. Выбираем грань. Какую мы выбираем. Плоскость сверху. Плоскость сверху. Ctrl-8. Еще раз нажмем Ctrl-8, чтобы плата перевернулась. И мы смотрели на нее снизу. И, как я сказал, у нас корпус будет привязан к размеру именно платы микроконтроллера. Зачем мы так поступаем? Спецификация контроллера может меняться, плата может меняться. Таким образом, поменяв ее габариты, корпус сам перестроится. И суть заключается именно параметрического моделирования, то есть в правильном выстроении связей между элементами. У нас основа – это плата. Корпус будет подстраиваться под нее. Поэтому безболезненно, изменяя спецификацию микроконтроллера, мы будем получать разные исполнения корпусов без какой-то сильно глобальной переделки. Первым инструментом, которым мы воспользуемся, будет называться смещение объектов. Клавиша S – смещение объектов. Данный инструмент создает параллельные кривые, смещенные на какое-то расстояние. Итак, смещение объектов. Расстояние это у нас будет 1,5 мм. Вводим значение 1,5 мм. А дальше выбираем нижнюю грань платы. И обратите внимание, желтый предварительный просмотр, то, что у нас будет получаться. Если у вас уходит внутрь, кнопочка «Реверс» для смены направления. Клавиша Enter. То есть у нас между те внутренними стенками корпуса и нашей платы будет вот такой небольшой зазор. Теперь выходим из эскиза двойной щелчок левой кнопкой мыши, либо подтверждение. Появляется предварительный просмотр. Теперь необходимо указать граничные условия, то есть расстояние, на которое мы будем вытягивать. Направление 1. Граничные условия. Место на заданном расстоянии. Мы выбираем до поверхности и указываем до какой поверхности. Это будет верхняя грань разъема. Получили предварительный результат. Вытягивать можно одновременно в двух направлениях и с разным граничным условием. Поэтому включаем направление 2 в менеджере свойств. И указываем граничные условия на заданное расстояние и равно это расстояние 3 мм. То есть мы таким образом создаем отступ от нижней грани платы до днища корпуса. Теперь важно. Если мы сейчас нажмем кнопку ОК, то мы объединим и все, что мы рисовали, у нас просто поглотится нашим параллепипедом. В этом случае мы сейчас переходим на многотельное моделирование. То есть когда в одном документе детали содержится несколько твердых тел. Поэтому флажок объединить результаты снимаем, нажимаем подтверждение. Объединение не происходит. Вы видите, вот она плата. Вот будущий наш корпус. А в дереве конструирования появилась папка, которая называется твердые тела. Туда можно заглянуть и увидеть твердое тело 1, твердое тело 2. Но при этом это остается один документ детали. Двигаемся дальше. Сейчас, если разрезать, разрезать вот здесь кнопочка, то мы увидим вот такую картину. Да, у нас по сути цельный кирпич. Корпус у нас тонкостенный с заданной толщиной стенки. 2 миллиметра определяем толщину стенки. Получить такой можно с помощью инструмента, который называется оболочка. Это прикладной элемент, который создает деталь пола. Для этого элемента эскиз не нужен. Нужна только существующая геометра. Итак, вызываем оболочку. В параметрах менеджере свойств указываем прежде всего толщину оболочки. Дальше нам необходимо, так как у нас многотельная деталь теперь, нам необходимо указать тело, на которое мы будем создавать оболочку. Это наш параллелепипед. Синим он отметился. Отобразив предварительный просмотр, видим, что будет получать. И мы с вами, когда рисовали этот параллелепипед, мы нарисовали внутренние стенки нашего будущего корпуса. Поэтому в оболочке включаем параметр оболочка наружу, чтобы у нас те самые 2 миллиметра создавались именно на наружную сторону. Нажимаем ОК. Видим, плата теперь не видно. Давайте разрежем. И посмотрим, что получилось. Вот получилась такая коробка. Теперь следующий этап. Значит, прорежем отверстие в коробке для разъемов. Сейчас у нас нацельная коробка. Прорежем отверстие для разъемов. Для этого, первое, нам нужно получить доступ к плате. Чтобы получить доступ к плате, так как у нас сейчас закрыт нашей коробочкой, мы подводим указатель к этому параллелепипеду и нажимаем клавишу ТАП. Нажатие клавиши ТАП скрывает твердое тело. Оно его не исключает, оно его просто скрывает. То есть оно временно становится невидимо. И теперь мы задействуем вырезы. Я напомню, до этого мы использовали бабышки, в которые материал добавляли. Теперь был у нас прикладной элемент, такой, как массив и оболочка. И теперь вырезы. Опять же клавиша С. Вытянутый вырез. Он будет по параметрам, по свойствам, такой же, как вытянутая бабышка, с той лишь разницей, что он будет материал из детали удалять. Бабышка добавляет? Вырез удаляет. Выбираем грань. Это верхняя грань платы. И снова воспользуемся инструментом смещения объектов, так как у нас геометрию вырезов будет определять именно геометрия разъемов. Клавиша С. Смещение объектов. Полтора миллиметра. Выбираем грань верхнюю здесь. Смещение наружу. Нажимаем ОК. И повторяем еще раз. Инструмент смещения объектов. Снова полтора миллиметра. И второй разъем. И клавиша ОК. Или клавиша Энтер. Мы получили эскиз. Как бы мы не меняли габариты разъемов, у нас вырез всегда будет на полтора миллиметра в каждую сторону больше. Вне зависимости от спецификации. То есть мы получаем некую такую достаточно универсальную модель. Возвращаем назад. Наш корпус. Для этого вот здесь в пустом месте экрана подводим указатель и нажимаем сочетание клавиш Shift-Tab. Shift-Tab. Это вернет наше тело. То есть отобразит его опять. Выходим из эскиза. Либо здесь, либо двойной щелчок левой кнопкой мыши в пустом месте экрана. Так как мы начали с выреза, у нас появляется предварительный просмотр. И появляется менеджер свойств. Прежде всего в менеджере свойств мы указываем граничные условия и направление выреза. Направление задается стрелочкой здесь. Вот оно. Граничные условия мы указываем насквозь, то есть через всю деталь. И самое главное указать область действия элемента. На какой из тел у нас будет воздействовать этот самый элемент. Здесь Solid выставляет автовыбор. Автовыбор мы отключаем. И выбираем нашу коробку. То есть вырез будет резать только коробку. Не более того. На плату он действовать не будет. Нажимаем подтверждение. Клавиша Enter, либо клавиша OK. И посмотрите, видите, мы получаем вот такие вырезы. Теперь прорежем отверстие в детали для следующего разъема. Опять же, временно можно вскрыть коробку клавишей Tab. И снова воспользоваться вытянутым вырезом. Клавиша S английская. Вытянутый вырез. Или в собственности элементы. Вот здесь на вкладочке. Но мне удобнее пользоваться именно S. Вытянутый вырез. Грань. На этот раз будет торец нашей платы печатной. И делаем точно так же. Смещение. 1 мм. Грань. Смещение наружу. OK. То есть, видите, у нас вся геометрия коробки привязывается именно к размерам печатной платы. Возвращаем назад коробку. Выходим из эскиза. И граничные условия определяем. Прежде всего, направление. Насквозь. Область действия элемента. Снимаем флажок автовыбора. Выбираем коробку. Нажимаем OK. Получаем вот такое окошко для разъема. Двигаемся дальше. Следующим этапом нашей работы будет создание вот этих вот крепежных ушек. Так как временные рамки нашего вебинара, к сожалению, не столь большие, поэтому очень многие вещи мы упростим и ограничимся лишь именно базовыми созданиями. Понятно, что здесь много что можно еще доделать, но именно ограничимся такими основными. Значит, ушки мы снова будем создавать с использованием вытянутой бабышки. Клавиша S. Вытянутая бабышка. На этот раз на верхней грани. И эти самые ушки мы будем создавать без отверстий. Отверстие мы сделаем отдельным элементом. Начинаем рисовать эскиз. На этот раз эскиз у нас будет линия. Клавиша S. Рисовать мы начинаем от угла. Идем вверх. Дальше. Как видите, у нас снова линия. Нам нужно получить касательную дугу. Для этого мы возвращаем назад указатель. Ничего не нажимая, отводим в сторону, получаем касательную дугу. Теперь вдоль линии формирования, желтой, идем до кромки, до пересечения с кромкой и замыкаем эскиз. Остается только образмерить. Клавиша S. Автоматическое нанесение размеров. Начинаем первое образмеривать с дуги. Кликаем на дугу. Радиус ее 4 мм. Дальше. Расстояние от стенки до центра 4. И угол. Для этого выбираем отрезок 1, отрезок 2 равен 45 градусов. Эскиз становится полностью определенным. Теперь нам нужно повторить такой же, ровно такой же эскиз, но на другой стороне. Для этого мы воспользуемся инструментом, который называется зеркальное отображение. Но для зеркального отображения нам необходимо нарисовать осевую линию. Линия. Вспомогательная геометрия. И от исходной точки рисуем строго по вертикали. Теперь нажимаем Ctrl-A, клавишу S. И если здесь нет инструмента, тогда... Его здесь нет по умолчанию. Тогда на диспетчере команд, на Command Manager, выбираем зеркально отразить объекты. Solidworks создает зеркальное отражение. То есть нам не нужно второй раз образмеривать. Достаточно правую часть, левая будет меняться сама. Выходим снова из эскиза. Выходим. И видим предварительный просмотр. Первое. Направление вниз. Граничные условия. Мы, конечно, можем промерить величину этой кромки. Да. Но у нас может высота корпуса меняться. Если мы просто сюда запишем этот самый размер, у нас будут вот эти вот ушки либо выпирать, либо наоборот не доходить до нища нашей коробки. Поэтому здесь более оптимальным будет использование граничного условия, которое называется до поверхности. И остается указать до какой. До нижней. Область действия элемента. Ну, здесь он сам нормально выбирает. Клавиша Enter. Теперь точно такие же ушки мы должны получить с другой стороны. Обратите внимание, что деталь изначально симметричная. Ну, по крайней мере, форма ее основана симметрична. Поэтому и проектировалась деталь с учетом именно симметрии. Используем зеркальное отображение. Инструмент зеркальное отображение находится здесь, на диспетчере команд «Вкладочка элементы». Вот он, зеркальное отображение. Зеркально отображаются элементы относительно плоскости. В нашем случае плоскость симметрии – это плоскость спереди. Можно ее сразу выбрать. Дальше нажать «Зеркальное отражение». И в разделе «Копировать элементы» кликнуть на элемент, который мы собираемся отражать. Все? Окей. Получили точно такую же геометрию. Что дает нам зеркальное отражение и симметрия? Меняя размеры только у одного уха, все остальные будут следовать за ним. Корпус практически готов. Теперь добавим отверстие. Для этого мы воспользуемся инструментом, который называется «Отверстие под крепеж». Этот инструмент создает различные типы отверстий. Он есть здесь, он есть на клавише «С». Здесь две вкладочки «Тип» и «Расположение». На вкладке «Тип» мы настраиваем спецификацию отверстий, на вкладке «Расположение» указываем центра отверстий. Начнем с типа. «Тип» у нас будет отверстие. Вот он. «Стандарт» мы выбираем ISO. «Тип» выбираем зазоры винта. У нас вот эта часть будет крепиться винтами, поэтому нам отверстие нужно получить с неким зазором. Крепиться они будут к какому-то корпусу, здесь резьбы не будет. «Размер» винта указываем M3. «Тип» зазора определяем как нормальное. Что такое нормальное, конечно, не совсем понятно, поэтому, чтобы посмотреть, сколько это, можно включить, отобразить настраиваемые размеры. И мы будем видеть, что диаметр отверстия по факту будет 3,4 мм. Граничные условия насквозь. Область действия элементов, опять же, автовыбор, плату у нас пересекаться не будет. Теперь переходим на вкладочку «Расположение», где будем указывать центра отверстий. Первое, что нам нужно определить, где эти центра будут располагаться, это будет верхняя грань. Кликаем на нее левой кнопкой мыши. Далее эскизными точками определяем расположение. Привязывать мы их будем концентрично вот этой дуговой кромке. Подводя указатель кромки, будет подсвечиваться ее центр. Подводим указатель в центр, как только загорелся желтый квадратик, с совпадением нажимаем левой кнопкой мыши. Итак, повторяем несколько раз. Мы получим сразу 4 отверстия. В общей сборке потом в эти отверстия можно будет сразу ставить автокрюбор. Все, нажимаем «Ок». Ну и теперь немножко наведем до красоты, добавим скребление. У нас это первый прототип, мы отрабатываем изделие, поэтому здесь есть возможность всякие допущения. Но тем не менее, скругление. Скругление можно вызвать другим способом. Подвести указатель кромки, нажать на нее левой кнопкой мыши и на появившейся всплывающей панели выбрать скругление. Скругление мы будем создавать с постоянным размером. Тип скругления будет круг. Радиус скругления 8 мм. Вот он появился, предварительный просмотр. Выбираем остальные кромки. И нажимаем «Ок». Итак, основа корпуса готова. Теперь необходимо получить две половинки. Пока это цельная коробка. Нам необходимо получить две половинки, то есть разделить. Для этого нам понадобится инструмент, находящийся на вкладочке «Прямое редактирование». И называется он «Разделить». Этот инструмент делит одно твердое тело на несколько твердых тел. Выбираем «Разделить». Если такой вкладочки нет, то на диспетчере команд правой кнопкой мыши «Прямое редактирование». Появится вкладка. Теперь выбираем «Разделить». Инструмент отсечения. Это может быть поверхность, плоскость, грань. Может быть, объекты эскиза. В нашем случае мы будем делить по вот этой грани. Ее и выбираем. Дальше. Теперь определим, какое тело мы будем резать. Выбранные тела. И это будет коробка. Плату нам резать не нужно. Нажимаем «Разрезать тела». SolidWorks нам показывает, что у нас получилось. Два тела. Выбираем, какое отделяем. Тут по большому счету абсолютно все равно, что выбрать. Все же всего два тела. И нажимаем «Ок». И мы видим, что у нас тело разделилось в папке. И видим этому подтверждению. Было два тела, стало три твердых тела. Теперь переименуем эти самые тела. Первое. Вот это тело. Мы назовем как «Контроллер». Переименовывать, как происходит. Так же, как в проводнике Windows. Подвели указатель. Выбрали это тело. Нажали еще раз левой кнопкой мыши. И вводим название. Да, там. Микроконтроллер. Просто контроллер напишу. Дальше. Вот это. Тело подсвечивается в графической области. Это у нас будет крышка. А это будет оттенка. Теперь поработаем с крышкой. Выберем крышку. Нажмем на нее правой кнопкой мыши. И в появившемся контекстном меню выберем «Изолировать». Все тела, кроме выбранного, скроются. Зачем мы работаем с крышкой? Вот здесь, посмотрите, у нас получилось, ну, такой достаточно элемент, который, в общем-то, при эксплуатации очень быстро и легко отвалится. Особенно при неумелой сборке. Поэтому его нужно усилить. Усилить, и мы его небольшим ребром нарастим материал. Опять же, мы не будем здесь использовать инструмент ребро умышленно. Мы воспользуемся именно вытянутой бабышкой. Да, ну, это упростит задачу нашу. На первом этапе нам будет этого достаточно. Итак, клавиша «С», вытянутая бабышка, грань вот эта. И первое сначала преобразуем вот эти кромки в объекты эскиза. Нам нужно получить замкнутый эскиз. Для этого клавиша «С». И есть у нас такой инструмент, который называется «Преобразование объектов». Он либо здесь, опять же, либо на диспетчере команды. Кромка 1, 2. И вы видите, что эти объекты, эти кромки стали объектами эскиза. Теперь линия. И дорисовываем сюда по горизонтали. Дальше. Сюда. И вот сюда. Ну, вот здесь я поторопился. Вот этот, наверное, нам не нужна кромка. Поэтому выберу ее, удалю и дорисую самостоятельно. Вот так, чтобы у нас сюда заходило. Теперь образмериваем. Клавиша «С» размеры. Вот эта линия равна 1 мм. Ну, а здесь подбираем высоту. Опять же, исходя из габаритов. Ну, допустим, на первом этапе можно поставить вот здесь у нас 25 мм. Вот здесь высота у нас будет 2 мм. Выходим из эскиза. Снова предварительный просмотр. Граничные условия. До поверхности. До какой? До противоположной. Объединить результаты. С чем объединяем? Здесь мы объединяем уже элементы снова. Автовыбор снимаем и выбираем верхнюю крышку. Нажимаем «Ок». Получаем вот такое усиление. Теперь то же самое повторим только вот здесь. Снова вытянутая бабышка. Ну, вот на этой грани, на торце. И мы не будем еще раз рисовать эскиз и образмерить. Мы хотим так, чтобы в случае изменения одного эскиза у нас менялся и второй. То есть мы хотим связать. Для этого мы сделаем проще. Мы в дереве найдем элемент последний, который создавали, и нажмем вот сюда на стрелочку. Развернется элемент, и мы увидим, какой эскиз был поглощен этим элементом. Выбираем этот эскиз. Вот он подсвечивается. И выбираем «Преобразовать объекты». И у нас все объекты того эскиза преобразуются в этот эскиз. Как видите, он сразу становится полностью определенным. Меняем здесь. Будет меняться здесь. Все. Выходим из эскиза. Размера здесь не требуется. Граничные условия до поверхности. До какой? Указываем. Опять объединить результаты. С чем? Автовыбор снимаем. Выбираем крышку. Выходим из функции «Изолировать». Выходим из функции «Изолировать». Ну и здесь мы можем вот здесь добавить еще скругление. Опять же, кликнули на кромочку левой кнопкой мыши. Скругление. Укажем радиус. Ну, прям миллиметра. Давайте 3 миллиметра укажем. Так. Здесь. Здесь. И здесь. Все. Вот. Наш готовый корпус. Сейчас это одна деталь, но многотельная. Теперь вот эти вот основания и крышка мы хотим сохранить в виде производных деталей и создать из них уже документ сборки. Да, потому что у нас по спецификации деталь хоть и многотельная, но это одна позиция по спецификации. Это деталь. Это не подсборка. А нам нужно получить именно сборочную единицу. Для этого мы будем использовать инструмент, который называется «Сохранить тела». Находится он в меню. Вставка. Элементы. Сохранить тела. Выбираем, какие тела мы будем сохранять. Первое. И второе. Плату мы сохранять не будем. Плата нам не нужна. Это у нас... Хотя можно тоже, конечно. Но нет. Это у нас будет особо. Наша задача именно получение пока корпуса. Дальше. Необходимо указать место сохранения. Для этого в менеджере свойств двойной щелчок левой кнопкой мыши на имени тела. И указываем, куда мы сохраняем. Вот сюда. Имя будет такое. Сохранить. И делаем то же самое со второй. Сохранить. Но пока там в папке ничего нет. Можете проверить. Видите, пусто. Только исходная деталь. Пока мы не нажмем кнопку ОК, ничего не сохранится. Дальше в менеджере свойств указываем создать сборку, обзор, папку ту же самую. И даем имя нашей сборке. Будет корпус в сборе. Корпус SB. То есть параллельно с созданием производных деталей будет собираться и сборка. Нажимаем ОК. И наблюдаем результат. И понадобится некоторое время. Так, вот один компонент. Так, если спрашивают перестроить, мы, соответственно, перестраиваем. И смотрим, что получилось. Ctrl-Tab. Переключение между документами. Вот они. Видим, три документа создал. Корпус сборе. Это документ сборка. То есть это был этап создания именно сборки сверху вниз. От концепции к сборочным компонентам сборки. Вот он, документ сборки. Обратите внимание, ориентация компонента, конечно, как детали. Вот компоненты. Крышка одна. И, точнее, основание. И вот она, крышка. Это уже отдельные детали. И в папке они тоже появились. У нас сборка и детали связаны с нашей исходной. Будем менять исходную. Будут меняться и производные детали. То есть, как и была задумка, что в случае изменения спецификации микроконтроллера корпус тоже менялся. Ну и, допустим, крышку, как завершающий этап, мы сохраним в формате STL. Файл. Сохранить как? Ну, можно, да, сохранить как. Тип файла. Указываем STL. STL. В параметрах указываем параметры сохранения. Более точно, да, более гладкую получим. Окей. Нажимаем сохранить. Да, подтверждаем. И мы в папке получаем файл STL. Теперь загоняем его в слайсер и печатаем. Если у вас, да, принтер присоединен, можно сразу, если вы печатаете не на стороне и кому-то отдаете, то вы сразу можете печатать непосредственно из SolidWorks. Принт 3D. Вот так вкратце мы поработали, создали корпус. Конечно же, временные рамки не позволяют все это более детально, подробно и более сложнее рассказать. Поэтому я приглашаю вас на курсы. Это у нас первый и второй уровень основы проектирования расширенной возможности, где мы разбираем все это более подробно, более детально и решаем различные задачи. И идем от простого к сложному. Более подробную информацию можно найти на сайте специалист.ру. Информацию по курсам, по ближайшим датам, по тому, что мы изучаем материал. Данный вебинар включал в себя и первого, и второго курса. Поэтому я вас приглашаю. Ближайшие группы буквально через две недели начнутся. Смотрим на сайт и записываемся. Вопросы? Ну, если их нет, всем спасибо за внимание. До свидания.